Мы вновь приехали в деревню Маврино, где завершается капитальный ремонт моста через реку Дубенка. На этот раз посмотрим, как объект обретает завершенные черты, и самое главное, узнаем мнение жителей на этот счет. Переправа через реку Дубенку давно требовала внимания. Строительство нового моста на этом месте решает сразу множество задач. Например, житель Константин Супруга поделился, что раньше газовщики отказывались заезжать в деревню по старому мосту. Теперь же вопрос транспортной доступности не стоит. Мы очень любим нашу деревню, и для нас этот мост очень важен. Мы давно его ждали, и, честно говоря, мы даже не ожидали, что это будет так масштабно и красиво. Красиво получается. Мост получился широкий, он будет с тротуаром. Это очень хорошо, это безопасно для детей, потому что здесь дорога на детскую площадку. Это очень важно для нас. Детей у нас тут очень много. Мост прекрасный, работают очень быстро. Мы все лето наблюдали, как они строят. Конечно, скорость у них очень хорошая. Очень, да. Темпы хорошие и качество. Да, практически. Молодцы ребята. С 92-го года я здесь живу. И практически с того времени мы и ждали этот мост. Мост очень интересный, хороший. Он нужный, и он как бы учитывает интересы всех. Деревня жила, народу много. Так что, в принципе, мы очень рады. Мы вообще рады всем переменам здесь. А если учесть, что идет СВО, то и в это время нас не забыли, то это просто замечательно. Большое огромное спасибо всем, кто принимал участие в строительстве моста нашего. Деревня развивается. У нас и дорога, и освещение. И детская площадка. Так что, очень много, огромное изменение в деревне. На новом мосту очень скоро появится разметка и ограждение. Также на этом участке уже добавили столбы освещения. Безопасность участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. Задача номер один при проектировании дорожно-транспортной сети. Кроме этого, здесь увеличили водопропускную способность. Поэтому во время паводков весной деревне не грозят подтопления. Интересный факт. В разработке проекта этого моста участвовал специалист, который принимал участие в строительстве Крымского моста. Чтобы учесть все нюансы, была проделана большая работа специалистов. Местность сложная и местность болотистая. И под эту местность был разработан специально этот мост. Другие типовые мосты не подходили. И аргументированно это все было доказано. И документально все было доказано. Что именно такая конструкция, такая труба, именно под эту местность должна была здесь существовать. От всей души Мавринской главе городского округа Щелкова Андрею Алексеевичу Булгакову. Вот от всей души. По приезду на объект нас встретили довольные жители, что не может не радовать, что мост реально важен и построен ради жителей. Последним же объектом дорожного ремонта в этом году станет дорога по улице Могутовской во Фрянове, ведущей к садовому товариществу Козина. Протяженность ее более двух километров. Здесь укладывают почти 10 тысяч квадратных метров нового асфальта. При этом используют износоустойчивую смесь, гарантийный срок службы, который составляет более восьми лет. Далее комплекс работ по ремонту дорог до весны заканчиваем. Считаю, что этот год был продуктивным. В этом году в округе обновили покрытие на 12 улицах, нанесли свежую разметку на более чем 150 пешеходных переходах. Немало решений, направленных на повышение безопасности на улицах, было принято вместе с жителями. Дорожная инфраструктура по-прежнему остается в центре внимания.